Поступил запрос от подписчика Boosty А как сделать так, чтобы какой-то объект произвольно цеплялся к сплайну и катался по нему с управлением через секенсер Ну, я так понимаю, вот так То есть мы тянем ползуночек и наш сплайн и наш объект бегает по сплайну Ок, показываю Значит, чтобы не было вопросов лишних удаляем полностью, что я сделал до тренировки и создаем новый блюпринт Назовем его vp moveOverSplineSphere Чтобы мы не пудрили, что он зачем катается Ок, создаем его, заходим И нам нужно что? Нам нужно выбрать тот объект по которому будем кататься То есть actor moveOverApter Вот такая переменная И чтобы не мучиться с разными сплайнами назовем, возьмем тип объекта типа actor То есть actor это все, что есть на карте Любой объект это actor И ставим этому actor галочку instance editable Это для того, чтобы можно было выбирать пипеткой вот этот наш actor выбираем наш сплайн И, будем говоря, мы выбрали этот actor для перемещения Теперь нам нужно выбрать имеющий сплайн внутри объекта До этого, что мы делаем? Мы берем вот так вот get и getComponentByClass Так как у нас в нашем сплайне всего лишь один сплайн то мы выбираем GetComponentByClass и обращаемся к нему То бишь Давайте еще покажу, как он выглядит Вот наша спиралька и вот наши компоненты Есть здесь один единственный сплайн компонент Поэтому, когда мы обращаемся GetComponentByClass то он выберет первый Ну, в данном случае, единственный И здесь, что нужно GetTransformAtDistanceOnSpline Это как бы стандартная функция которая получает transform исходя из-за того, где находимся на сплайне Ну, значит, соответственно, делаем вот так Это мы выводим ее как переменную Нажимаем на нее глазик и нажимаем ExposeToCinematics Чтобы можно было ей, этой переменной, пользоваться секвенцией Здесь T-ScreamWorld Ну, и в принципе, я думаю, уже понятно, что SetEctorTransform То есть, отдаем трансформы объекту В данном случае, это наш объект, который мы хотим катать Заводим это дело сюда Заводим это дело сюда И что мы имеем В Constructions Script И при каждом обновлении скрипта у нас будет перемещаться объект исходя из дистанса Что нам осталось? Нам осталось здесь вот нажать галочку Run Constructions Scripted Sequencer И мы почти готовы Здесь добавляем Любую секвенцию Нажимаем ее, как нам удобно Так, так, так Перетягиваем наш MoveOverSpline сюда И здесь мы тискаем Так, я, походу, не подстраивал галочку На Distance Да Ставим галочку Exposed to Cinematics На Distance Чтобы мы могли выбирать Это дело секвенцией Так MoveOver Блин, что за прикол? Distance MoveOverSpline Exposed to Cinematics Стоит галочка А, использован спал Я просто, по-моему, прощения не увидел Вот, Distance И ставим галочку на Distance Раз Меняем Distance На какой-то вот он нужен И вот наш Distance уже есть И все Теперь, когда мы будем вот так вот тягать Наш ползнок Наш объект будет кататься По данному Distance Вот так вот это делаем Теперь давайте немножко усложним задачу И сделаем так, чтобы мы могли катать Не только вот этот blueprint, который у нас сейчас А несколько объектов произвольных Которые находятся на карте Значит, идем сюда И что нам нужно? Сделаем переменную Object Plus И это снова тип Actor Ну, допустим, мы пока не знаем про массивы И делаем вот так вот Тарам-пам-пам Где-то наш выпринт-то Блупе Муфлова Так А, ну да И, значит, мы выбираем вот этот Тот объект Который Object to move Вот он И теперь этот объектик у нас будет кататься Значит, понятное дело Что Мы сделаем это вот так И теперь Объект будет кататься тот Который выбран По сплайну Та-дам! Закинули Distance Поехал наш кубик кататься Ну, класс! Катается! А если нужно сделать несколько кубиков Что тогда? Тогда есть вопросики Чтобы создавать там пяток переменных Ну, Actor 2, Actor 3 Но это как-то не камильфо Поэтому мы сделаем массив переменных Удаляем Чтобы оно не мешало Здесь ставим array Это массив И И Вот так вот Делаем Теперь у нас здесь какой-то массив Который будет Заперебираться Идем, значит, допустим Вот сюда И Задаем Этому массиву Сука У нас здесь 4 объекта Раз, два, три, четыре Раз Два Три Четыре И вопрос в чем? Теперь нужно Сделать так Чтобы все вот эти вот массивы Перекатывались На какой-то distance Если мы их просто сюда подсунем То ничего не будет Потому что нечему кататься Поэтому мы берем наш массив Делаем ему For each loop И Что это For each loop делает? Он каждую итерацию Будет Прогонять весь массив И, исходя из этого Задавать положение Тем объектам Которые Как объяснить? Короче, каждому элементу массива Будет задавать определенное положение На уровне Ну, допустим так И Катаем И вот все наши кубики катаются Теперь они едят все вместе Ну, уже хорошо Но хотелось бы, чтобы кубики ездили Каждый сам по себе Я думаю, уже несложно догадаться Что у нас есть distance А давайте Это будет Каждый Точнее, будет у нас массив дистанцев То есть, каждому кубику свой distance Здесь ставим array Опять же И давайте Создадим Создадим Раз, два, три, четыре Так Ноль Так Она Сто мало Вот 1500 И 2000 Это будет наш стартовый 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 Дистанц И что мы делаем дальше Мы сюда Заводим наш массив И теперь нам нужно Чтобы каждому Элементу массива Из наших Object to move Соответствовал какой-то Distance Из этого массива То есть, четыре элемента Катаются здесь Значит, им нужно четыре элемента Отсюда Поэтому Что до этого делаем Берем Get A copy То есть, обращение к массиву И Делаем вот так вот То есть, каждому Array-индексу Который идет от нуля И вверх Мы будем выбирать Distance здесь Заводим Тискаем ОК Та-да Наши кубики Стали вот так вот И теперь Мы можем Совершенно произвольно Катать наши Кубики По Этому нашему Как его называют По нашей спиральке Теперь Ну, давайте Ради прикола Мы удалим И И И И Заводим наши Дистанции Раз Вот сюда Он уехал Допустим Второй Я думаю Вы понимаете уже Вот так Ну и так далее И теперь Вот наши Кубики Катаются Самопроизвольно По Точнее Произвольно По какой-то По нашей спиральке Но С указанами Секенсари Интервалами Продолжение следует